МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С неба со свистом стали падать снаряды. Они разрывались с жутким грохотом. От этих снарядов во все стороны летели осколки, а вместе с осколками летели куски земли и песок. Крики, виск, стрельба – все смешалось в дикую какофонию звуков. Увидев все это, мы подумали, что провалились в адскую бездну. Это был настоящий ад поначалу. Но потом мы ко всему этому аду привыкли. От войны для Ахата Бекмадеевича начался в июне 1942 года, сразу после окончания института. Из родного села, что под Акмолинском, на фронт с 18-летним парнем отправились еще 11 добровольцев. После непродолжительных военных курсов в составе 90-го полка тогда совсем юный Ахат был направлен на Центральный фронт защищать Москву. Когда нас отправляли на войну, нам не выдали оружие. И когда мы проехали Тулу, нас атаковали с воздуха немецкие самолеты. Стали бомбить наш эшелон. Нам командиры дали команду в рассыпную. Приказали, чтобы мы спрятались в лесу. Мы стали разбегаться по лесу. Оказалось, что в эшелоне перевозили зенитку. Из этой зенитки стали стрелять по самолетам. Один немецкий самолет подбили, а второй улетел. И вот из подбитого самолета на парашютах выпрыгнули три летчика-немца. Мы пошли их ловить. Сами безоружные, нам же не выдали ружье. И вот окружили мы тех немцев, взяли в плотный круг. Подойти ближе к ним не можем, у немцев пистолеты, они отстреливаются. Так и простояли, держа их в круге, пока не прибыла оперативная группа, которая забрала немцев. Своё первое оружие Ахат Бекмадеевич получил по прибытию на фронт. Ему выдали трехлинейную винтовку, которая была не совсем исправна. И, тем не менее, винтовка долгое время верно служила ему. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Осенью того же года Ахат был ранен. Осколок снаряда попал прямо в спину. После был военный госпиталь и длительная, по мнению ветерана, реабилитация. Лишь к весне 43-го он снова попал на фронт и снова оборонять Москву. Правда, ненадолго. В мае группу молодых бойцов направили на повышение военной подготовки. Ребят знакомили с военной техникой, обучали основам рукопашного боя. Позже Ахат узнает, что их готовили для решающего наступления, где позже его ранят повторно. Вдруг меня подкинуло вверх. Я почувствовал запах, едкий запах медикаментов. А потом увидел огонь. Меня откинуло на несколько метров, и я упал. Было ощущение, что будто по сердцу полоснуло. Я все это успел прочувствовать. Но мне показалось, что все это произошло за одну-две секунды. И единственное, о чем я подумал – «Мама, у тебя больше нет сына». Я подумал, что я умер. Не знаю, сколько пролежал так. Наверное, долго. Пришел в себя. Очнулся. Подумал. Я, кажется, умер. Стал руками шевелить. Вроде целы. Голову ощупал. Цела. Да я же живой. Попытался встать, а встать не могу. Ноги не слушаются. На этом война для Ахата Бекмадеевича закончится. Ранение в ногу дало серьезное осложнение. Он оказался негоден к строевой службе. День победы 45-го он встретил в своем родном селе. День победы 45-го он встретил в своем родном селе. День победы 45-го он встретил в своем родном селе. Медали за боевые заслуги и собственные воспоминания – это все, что осталось у Ахата Бекмадеевича от прошлых военных лет. Бережно хранимые фотографии письма родных и друзей несколько лет назад уничтожил пожар в доме. Теперь лишь редкие встречи с боевыми товарищами до бессонной ночи напоминают ему о страшной войне. Я часто просыпаюсь по ночам от воспоминаний, начинаю анализировать, правильно ли все сделал тогда при наступлении, где допустил ошибку. И меня часто посещает такая мысль. А ведь неспроста молодых бойцов тогда поставили командирами отделений. Ведь у бойцов постарше за спиной жены дети были, они могли отступить в решающий момент. А мы молодежь, в нас кровь играла, юношеский максимализм, мы с криками урана врага кидались. Ведь в этой победе и наша немалая заслуга есть. Нас ждет огонь смертельный, и все уж бессилено, сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова